Привет, мои дорогие друзья! Вот я сегодня вышла из твоего дома. Вот как вы можете видеть, видите вот это. Как говорится, стоял чудесный день, и ничего не предвещало. И я пошла в очередной раз гулять со своей камерой, чтобы снять для вас, мои дорогие, вот эту вот прекрасную природу и всё, что у нас происходит. Вот даже нашла для кого-то тюльпаны. У меня спрашивали, что у нас тюльпаны не растут. И вы знаете, такая прекрасная у меня была прогулка. Я даже решила потом, вспомнила одно очень интересное место, которое я вам ещё не показывала, и решила вам рассказать. Там, недалеко от фермы, где я гуляла, наверное, последний раз, пять или шесть лет назад, ещё когда мы с мужем жили в нашем бангало. И вы представляете, я поехала туда. Понесла меня, как говорится, нелёгкая. И вот сейчас вам покажу. Я там на ферме ехала, открыв рот, искала это место, как бы мне тут подъехать припарковаться. И я налетела на огромный булыжник. Такой булыжник. Он, вы знаете, вот между как бы поворотом и другой дорогой, он такой заросший весь травой, просто на обочине валялся. Ну, не валялся, а, наверное, его специально там оставили, положили. Вот. И я тут что-то засуетилась, в какую мне сторону повернуть. Обе дороги просёлочные. И я вроде хотела прямо поехать, а потом нет, думаю, заверну я направо. И я завернула, немного не вписалась в дорогу, и там я налетела на этот булыжник. И вот так вот я свою чудесную, красивую машинку всю поломала и раскорёжила. Вы знаете, это ещё вот там дырка впереди, это ладно, но у меня ещё и бампер весь, он отслоился. Прямо вот так вот, знаете, отстранился. Ну, в общем, тихий ужас. Как я разбила машину? Ну, не знаю. Друзья, я, конечно, поеду, я, конечно, буду разговаривать со своей страховой компанией, что они мне посоветуют. Но вообще такое со мной впервые, сказать по правде. И как этот булыжник, я не заметила, не знаю. Но, вы знаете, хорошо. Тем не менее, я сняла всё-таки для вас это видео, раз уж я поехала сюда, то давайте смотреть, какими трудами мне это видео досталось. Стоит ли оно того? Пожалуйста, давайте посмотрим, что у меня получилось. Смотрите, какое чудесное место. Здесь дубы очень красивые. Опять лужайка. И вот эти вот калитки здесь. Поцелуйчики. Кстати, их сделали 6 лет назад. Я даже постараюсь вам найти сейчас, как они выглядели, когда они были новые. И вот я случайно опять спустя 6 лет оказалась на этом вот таком интересном месте. Я почему хочу вам про него рассказать, остановилась и запомнила это место очень хорошо. Посмотрите вдалеке, на солнышке справа, пасутся коровы. Вот эти вот коровы жуткие. Это, конечно, не те, которые 6 лет назад меня напугали. Но похоже. А вот здесь прямо, от одной калитки до другой, вот там тоже, между дубами, в конце, в самом, по тропиночке, вот по этой незаметной, это другая калитка. И вот этой тропиночкой вы пересекаете это пастбище. Я никогда не думала, что я боюсь коров. Вы знаете, как-то, в общем-то, мне не приходилось вот ходить вот по таким большим стадам коров, непривязанных, на вольных, как говорится, пастбищах гуляющих. И я никогда не думала, что это страшно. И вот однажды, я помню, я возвращалась с прогулки со своей очередной, вот через это вот пастбище. Я захожу в калитку, вот иду, как сейчас, и вдруг я вижу, что справа очень много пятнистых коров, пятнистых, бурых, чёрных, разных. Они лежали на солнышке, и вдруг они стали вставать, мычать, и как-то все взволнованно смотреть в мою сторону. А я смотрю, впереди идёт мужчина. И даже, вы знаете, не парень, а мужчина, примерно, вот, наверное, моего возраста. И он идёт впереди, такой, с какой-то палкой. Вот. И я смотрю, коровы направляются сюда, все к нам. И они как-то сначала, потихоньку, вытянув морды, пошли. А потом они уже пошли, так, знаете, бодренько. Одна побежала, все за ней. Я испугалась, думаю, ничего себе, сейчас они тут добегут, и меня сомнут. Я, значит, кричу этому мужику впереди меня, говорю, подождите, подождите, мужчина, давайте вместе пойдём. Я боюсь коров. И что вы думаете? Вместо того, чтобы остановиться, и меня дождаться, этот мужчина, он говорит, я и сам боюсь коров, а у вас ещё красная куртка. А у меня действительно красная куртка. И он говорит, у вас ещё и красная куртка? Нет, я не хочу. Смотрите, как они на вас реагируют. И он припустил вот туда вперёд, просто в припрыжку. Представляете? И, в общем, получилось так, что он-то успел пробежать туда, до той калитки, пересёк это пастбище, а все эти коровы ринулись на меня. И вот я, вы знаете, я так струсила, может быть, если бы я остановилась, то ничего бы и не было. Я поняла, что мне уже туда вперёд не добежать. Я развернулась и побежала вот туда вот в лес. Вот видите, здесь такой лесок. Я никак не ожидала, во-первых, помчаться так сильно быстро за мной, а во-вторых, что здесь, я-то думала, что я сейчас в этот лесок быстренько забегу, и, значит, вот они туда уже не пойдут, не побегут в кусты, и за мной не погонятся. Мне бы, конечно, нужно было вернуться вот туда и зайти в эту калитку. Но я почему-то решила, что до калитки мне далеко бежать, а быстрее мне будет спрятаться в лесу. Когда я подбежала сюда, я увидела вот такую вот жуткую колючую проволоку. Можете себе представить? Она, конечно, ой, смотрите, утка, господи, как она меня напугала, а я ее. Вот, представляете? И вот это вот, она как бы, знаете, ну, как сказать, вот она тут мне, наверное, по пояс будет, да? Что вы думаете? Казалось бы, что тут ее перелезть-то, ничего сложного. Я стала перелазить, я наступила на одну, вот эту нижнюю, я стала карабкаться наверх, мне вот эти колючки впились в бедро по страшной силе. Ну, вы знаете, как говорится, когда боишься, когда страшно, то уже и не боли, ничего не чувствуешь. А коровы уже настигают меня, вот здесь уже бегут. Ой, друзья, это был ужас. Короче, я вот туда перемахнула, а сама я в каких-то шлепках летом я туда перемахнула, а там, посмотрите, там, мало того, что там вот какая-то, какой-то ручей, там еще и ежевика колючая. И я туда упала, я загнала и в руки, и в коленки, и в ноги, и в живот эту ежевику, эти колючки. Ой, я вся исцарапалась, не представляете, я поднялась, и уже я понимаю, что мне через этот ручей вот не перебраться, видите? Ну, вон он там такой очень противный, глубокий. вот, и я остановилась здесь, а коровы подошли сюда и стали мордами ко мне тянуться и с удивлением на меня смотреть своими бархатными огромными глазами, что я там делаю, почему я убежала, представляете? И я стала кричать, кыш, пошли! Они столпились, этих коров, наверное, было штук 20, их было много, стадо целое. И они вот, столкая друг друга, сюда к этой, к этой вот колючкой, к проволоке подошли, и все на меня смотрели и совались, молча. Я не знаю, что случилось, почему они за мной побежали, и может быть, они перепутали меня со своей хозяйкой, может быть, еще что-то, но я, друзья, не забуду этот случай. Я потом уже обратно перебираться, конечно, не смогла здесь, но коровы стояли долго, и они не собирались уходить, а мне уже надо было домой идти. И мне пришлось туда вот ползти, вдоль вот этого вот ручья, вот эту вот всю ежевику. Я прошла голыми ногами, в босоножках. Я прокляла все на свете. Я исцарапалась, как, наверное, знаете, после какой-то войны. Это было ужасно. Я потом, наверное, три дня мне помогали мои знакомые девчонки вытаскивать эти колючки, выковыривать из кожи. И я все проклинала на свете, сказала, что больше я сюда не пойду. Ну и вот, видите, получилось, что я все-таки сюда пришла спустя шесть лет. Вот вам и вспомнила этот жуткий, ужасный случай. Потом я, когда рассказывала, что я испугалась коров, и что я вот рухнула туда, в эту ежевику, мне сказали, да, Господи, лучше бы тебя какая-нибудь корова поднула. Что ж ты, посмотри, наделала с собой. И вот я, друзья, до сих пор так же не могу понять этого мужчину. Что за мужики называются, да? Как так можно? Вот, видите, там еще один пошел, на меня внимательно глядел. Вот я говорю, вот такие вот мужики. Я не знаю, но, наверное, даже в любой нашей деревне, опять же, скажу я вам, я не уверена, что меня мужчина оставил бы вот так вот одну и просто, и просто, как сказать, трусливо убежал. Представляете? А здесь за простяк. Я вот иду дальше. Вы знаете, здесь, конечно, посмотрите, какая у нас сейчас засуха. Уже, наверное, месяц нет дождей. Здесь обычно очень сыро бывает и трудно ходить, но сейчас я пошла именно потому, что знаю, что здесь должно быть сухо. Здесь мне нравится вот этот пруд. Довольно красивый пруд. Здесь, конечно, утки. Тоже, видите, вот там вдалеке, а здесь бывают даже лебеди иногда. Но здесь тоже, посмотрите, все обнесено колючей проволокой и написано Private. Вот Private. вот этот пруд, то есть этот пруд, он обнесен вот такой колючей проволокой забором. Считается, что уже это чей-то пруд. Если вы захотите половить здесь рыбку, то получите большой штраф. Ну, а это такая вот прогулочная дорожка. можно погулять вдоль пруда, скажем так. Хотя и справа, и слева. Вот этот лес, кстати, он тоже Private. Тоже заходить туда нельзя. Вот здесь еще утки-селезни. Почему-то очень пугливые. Наверное, они высиживают яйца, я не знаю. Все здесь парами. Селезень и уточка. красиво. Вы знаете, я даже не могу сказать свое отношение вот к такой истории, когда обычный пруд в лесу, казалось бы, да, и считается территория частная, зайти нельзя. Вот видите, опять написано Private, частная территория. Вот если захотите пройти туда по красивой тропиночке в лес, то нельзя. уже не получится у вас нигде гулять. И в пруду искупаться вам тоже не удастся. Там мостки, вот видите. Я почему опять же на этом останавливаю свое внимание. Англичане, они уже так давно живут, веками, в период вот такого вот развитого капитализма. для них это совершенно ничего такого особенного. А я, когда приехала сюда 10 лет назад, я, конечно же, поражалась. Ну, потому что раньше у нас такого не было. Сейчас уже не удивляюсь, потому что знаю, что у нас бывает уже теперь в России, я имею в виду, даже и хуже. Бывает, что вообще огромные территории закрыты, и там еще и охрана стоит с автоматами, и никто не знает, кому это принадлежит, можно ли туда попасть, конечно же, нельзя. И это считается в порядке вещей. Вот так вот мы построили у нас. Строили, строили, и, наконец, построили. Хорошо, что хоть эту дорожку оставили общую для прогулок, может статься так, что и дорожку эту в скорости тоже закроют. И вот знаете, несмотря на то, что кажется зеленый лес, весь лес казалось бы уже выпустил листву новую, но нет, это не так. Вся эта зеленая листва здесь круглый год, а вот молоденькие листочки они еще только-только, вот посмотрите наверху, видите, все деревья лиственные, они еще стоят голые, только-только начинают проклевываться новые листики. Чудесный сегодня у нас вечер, и эти коровы там опять бродят, вот, если вам видно, видите, вот два мужчины какого-то странного вида, вот еще один, здесь, вы знаете, на удивление просто прогулочная пешеходная дорожка, очень даже популярна, людей здесь много, очень красиво садится солнце, да, вы знаете, так интересно сейчас тоже было, что я иду, я иду тихо, у меня такие очень легкие тапочки на ногах мягкие, и я смотрю, вдруг выбегает из леса огромный заяц, вот не кролик, а именно заяц, с длинными-длинными ногами, с длиннющими ушами, такой большой, и он, наверное, во-первых, меня, по-моему, он чем-то был занят, он меня, по-моему, не заметил, потому что где-то, наверное, метр, или даже больше, он бежал мне навстречу, я даже оторопела, думаю, гулянь, что это он совсем не боится, и вдруг он, когда меня увидел, он остановился, и повернулся, конечно же, на 180 градусов, и дал такого стрякача от меня, бегом, но было так интересно, что он настолько был увлечен, наверное, какие-то тоже проблемы у него домашние, семейные, задумавшись, что он даже не заметил, и бежал мне навстречу, я думала, конечно, что здесь что-то изменилось, что никаких коров я здесь не встречу, но, вы знаете, вот я иду обратно, и опять эти страшные коровы, да это даже, вы знаете, не коровы, это какие-то молодые бычки, и они опять уставились на меня, когда я мимо проходила, очень неприятно, вы знаете, сейчас вам покажу, вы думаете, что я такая храбрая, нет, вот я вот взяла вот такой дрым, думаю, если что, буду защищаться, но они уже тут вечером улеглись, я даже, видите, рискую подходить к ним поближе, чтобы вам показать, они вот сбились здесь в такую кучку и лежат, вот эти вот коровы жуткие, это, конечно, не те, которые 6 лет назад меня напугали, но похоже, вот так, в этот раз я, конечно, дошла без происшествий, но, вы знаете, даже если бы они за мной погнались, во-первых, у меня палка была уже в руках, во-вторых, я наученная горьким опытом, теперь бы уже просто предпочитала обороняться от них и никуда бы я не прыгала в эту жуткую ежевику, так, друзья, то есть, вот такое вот у меня для вас видео было снято уже потом, вы знаете, я, конечно же, не хотела показывать вам все эти свои проблемы, которые у меня всегда остаются за кадром, единственное, что меня удивило, во-первых, то, что я решила впервые за пять лет вернуться на вот это вот место, оно и тогда мне как-то боком вышло, понимаете, то, что я рассказала встречу с коровами, это была очень серьезная история, я вроде бы как со смехом вам рассказываю, но там было не до смеха мне вообще-то сказать по правде, я очень сильно поранилась, вот, и сейчас вы представляете, вот, я доехала с такими трудами, с такими трудностями и вот такую себе проблему организовала с машиной, и опять же, я почему это все показываю, потому что у меня вот некоторые мои подписчики, мои зрители, они думают, что я все, что, вся моя жизнь, она вот у меня здесь на экране, и все, что я говорю и рассказываю, то другого ничего и нет, но вот я просто хотела одним таким случаем вам показать, что на экране так происходит совершенно все другое, а как у нас в жизни получается, это вот видите, никому и не вдомек, вот, я как-то, знаете, продышалась, успокоилась, и думаю, раз уж я приехала сюда, ну что мне теперь слезы лить по этой машине моей поломанной, да нет, буду я и дальше продолжать вам снимать видео. Смотрите, как сильно цветет деревце груши, очень сильный, вот этот саженец в прошлом году был посажен здесь, и вот, посмотрите, еще один, просто облеплен цветами, не знаю, сколько будет плодов на нем, конечно, но просто для такого маленького деревца поразительное, я показывала вам, как у нас продаются эти саженцы в специальных садовых магазинах, если кто хочет, может посмотреть, опять вверху всплывет вам видео, всегда то, что показывают на картинках, то и получается, и вот еще, наверное, тоже поясню, вот видите, я когда-то давным-давно объясняла, что это такое, все деревца вот закрыты вот такой вот защитной сеткой металлической, это от зайцев, от кроликов, чтобы не грызли, не подгрызали деревца, я почему говорю, что то, что вы покупаете, какой саженец покупаете, какой нарисован там на этом рисунке, такой у вас и будет, я помню очень хорошо, когда я еще была школьницей, мои родители покупали саженцы, вишни, яблоки, деревца, и вы знаете, когда мы их высаживали в саду, а получалось, что это какие-то дички, или они вообще не плодоносили, вот это, помню, меня тогда, конечно, просто удивляло, здесь все-таки, слава богу, такого нет, по крайней мере, я знаю, вот тоже, мы с мужем много раз покупали, нектарин однажды даже, и на самом деле нектарин у нас и был, и покупала я сирень очень красивую, махровую, тоже это сирень, потом цвела такими же цветами, как на рисунке, а вот эта стена шпалерных груш, что-то цветет не очень сильно, я ожидала здесь большего цветения, ну а здесь, конечно, есть цветы, да, попадаются, наверное, даже много, но не так много, как хотелось бы, вот такие, друзья, у меня сегодня для вас новости, хорошие и не очень, скорее всего, не очень, конечно, ну да ладно, что есть, то есть, много еще, чего нового, вам хочу рассказать, а сегодня я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго, берегите себя, пока-пока.